Добрый вечер! Здравствуйте! Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. Так что в эфире только хорошие новости в программе «Чисто Ньюз». В студии хорошая новость Елена Кровец. И не менее прекрасная новость Валерия Житков сегодня, мой партнер. Начнем, как и обещали, с хорошей новостью. Швейцария выделила Нацбанку Украины 200 миллионов долларов. И, судя по довольной улыбке Валерии Гонбаревой, делиться она с нами не собирается. Министр обороны Степан Полторак прогнозирует, что по итогам переаттестации придется уволить две трети руководящего состава Министерства обороны. Две трети составляют 66,6%. Это не случайно. Видимо, некоторые генералы так крепко пустили корни, что изгнать их возможно будет только с помощью сверхъестественных сил. А вот бывший министр финансов Словакии Иван Миклаш возглавит в нашем украинском правительстве группу специалистов по поддержке реформ. Мы надеемся, что обязанности группы не будут ограничиваться просто криками «давай, давай, у тебя получится». Да и сама группа поддержки будет выглядеть не так. Продолжим. В Верховной Раде отозвали закон о том, что генеральную прокуратуру может возглавить человек без высшего юридического образования. Этот отзыв исключает Юрия Луценко из претендентов на место генерального прокурора Украины. Однако, Юрий Витальевич, мы советуем вам не опускать руки. Выход есть всегда. И мы его нашли. Вот, внимание на экран. Специально для вас. Дипломы, аттестаты, оригинал 100%, станция метро Политех возле лотка с батарейками. Верю, так что вы никому не говорите. Парня зовут Андрей, это очень надежный человек. Он Азарову делал австрийский паспорт. Ну, а мы продолжим темой правонарушений. Не успела Ирина Герасченко сообщить, что президент Порошенко, как и все обычные киевляне, стоит в столичных пробках, как тут же появилось видео, в котором кортеж Петра Алексеевича выезжает на полосу встречного движения, обгоняя автобус. Возможно, президент настолько спешил попасть в пробку, что для этого ему пришлось выскочить навстречу. Но ничего удивительного. Однако в пресс-службе президента опровергли информацию о правонарушении, назвали видео результатом монтажа и выслали нам настоящую запись. Вот на ней четко видно, что кортеж ехал по своей полосе, причем не на работу, а с работы. Вот давайте посмотрим. Так что, уважаемые журналисты, не надо наговаривать на президента. Лучше бы посмотрели, какой беспредел устроили остальные участники движения, включая пешеходов, которые ходили спиной вперед. Да, движение – это жизнь, друзья. И благодаря недавнему закону, запрещающему продавать алкоголь в столичных ларьках, киевляне теперь будут преодолевать значительное расстояние до ближайшего магазина в поисках заветной покупки. Именно об этом сегодня будет говорить в своей рубрике наш эксперт из народа Евгений Кашевой. Женя, тебе слова. Всем привет, Вася, с вами Жека. Короче, сразу хочу обратиться, Вася, к Виталию Кличко. Значит, Виталий Владимирович, я очень надеюсь, что вот эта новость о запрете продажи алкоголя в мафах – это ваша очередная оговорка. Очередная, Вася, ваша несмешная оговорка. Нельзя запретить продавать алкоголь в мафах. Это то же самое, Вася, что запретить продавать анальгин в аптеке, Вася. Или запретить показывать в стриптиз-клубе стриптиз, Вася. Как это можно так? Нельзя, это же наше, это же святое, любимое, Вася. Вы послушайте, как звучит. Мафы. Почти как мама, Вася. Это знаете, что будет, Вася? Вот вы смотрели фильм «Хатико», где собака покорно сидела и ждала своего, Вася, хозяина? Так вот, Вася, так же точно, Вася, будут действовать люди, которых я называю, Вася, «Бухатико». Они будут тупо сидеть под ларьками, Вася, и ждать отмены запретов. Это пропадет, если запретить продавать алкоголь в мафах, пропадет целая субкультура, Вася, выхода во двор в шлепках, Вася, и в трико. Представляете, я ведь знаю таких людей, которым вообще больше одеть нечего. В супермаркете в такой одежде Вася не пустят. Да и покупать алкоголь в супермаркете, это, Вася, совершенно не те ощущения, Вася. В Варьке, Вася, живое общение, Вася. Каждый чувак, Вася, со спального района, он проходит два этапа, Вася. Тогда он не дотягивается до окошка, Вася, и просит купить взрослых. И когда сам дотягивается, уже покупает другим. А сейчас шо? К чему будут, Вася, тянуться дети? И вообще, Вася, вам там наверху запрещать продавать алкоголь невыгодно. Знаете почему? Потому что если народ по трезвяку, Вася, посмотрит, шо вы тут наруководили в стране, вы представляете, шо начнется? Хотя, с другой стороны, у власти есть железный аргумент. Мол, Вася, в этих в ларьках, Вася, обманывают, не доливают. Да, согласен, бывает и такое. Но я вам так скажу, если бы в ларьках доливали, Вася, у нас бы пол района уже спилось, а так ничего, все ходят живые, здоровые, Вася. Еще говорят, что в ларьке могут продать, Вася, паленку или просроченное пиво, Вася. Я ничего не могу сказать, может быть и такое, Вася. Но я считаю, что каждый человек должен быть готов к новым ощущениям и экспериментам. Вы не подумайте, я бухать не эгитирую, я сам пью редко, Вася, и по праздникам. Я просто хочу сказать нашим властям, знаете что, давайте все останется как было, потому что после вашего запрета алкоголь же с прилавков не исчезнет. Знаете почему? Потому что появятся новые напитки, такие как фанта на бруньках, допустим, пивонат буратиновый, и дайте что-то запить кока-колу, Вася. А пароль остается прежнего, Вася. Слышишь, голубушка, ты сегодня такая красивая. Ух ты, а есть что-то такое, чтобы ты стала еще красивее? О, работает. Не, вы не подумайте, это же, я просто завтра же праздник. Что значит какой, Вася? Пятница завтра. С вами был ЖЭТ. Живите четко, много не бухайте и не косящьте вас. Пока. Спасибо, Евгений. Мы продолжим выпуск «Чисто Ньюс» политически криминальными новостями. Извините за тавтологию. В конце прошлой недели сотрудники СБУ задержали мэра города Выжгород Киевской области за получение взятки в размере 1 миллион евро. Выжгород и 1 миллион евро. Судя по всему, мэр собирался продать весь Выжгород. А вот в Мариуполе в связи с декоммунизацией переименуют комбинат имени Ильича в комбинат имени Ильича. Не знаю, не заморачиваются. Подожди, Валер, тут не все так просто. Теперь металлургическое предприятие будет названо не в честь Ленина, а в честь ученого-металлурга Зота Ильича Некрасова. Вот так. Мы считаем, что хорошо, что все-таки нашелся металлург с отчеством Ильич, иначе мариупольцам пришлось бы искать симфонию о металле в репертуаре Петра Ильича Чайковского. Продолжим. Укрзалезница приготовила пассажирам большие перемены. Хотя в нашей стране слово перемены чаще звучит как угроза, эти перемены обещают сделать жизнь пассажиров лучше. К примеру, проводники начнут вежливо общаться с пассажирами. Для этого в железнодорожной компании даже составляют специальный разговорник, в котором слова «здравствуйте» и «приятного путешествия» станут обязательными. Также проводникам будут рекомендовать избегать конфликтов. Теперь в любых спорных ситуациях они должны будут извиняться, даже если пассажир не прав. Выглядеть это будет примерно так. Простите меня, великодушно, за нелепые правила укрзалезницы, но ездить без билета по-прежнему нельзя. Или так, заходит проводница в вагон и говорит, не переживайте, что облили меня чаем. Я сама виновата, не учла, что вы выпивши. И вот еще, ой, простите, что зашла в туалет без стука, но вы просили разбудить вас черновца. Еще одно нововведение – это отказ от традиционных подстаканников. До конца года они полностью исчезнут из отечественных поездов. Напомним, что подстаканники исчезали раньше, но в основном это была инициатива пассажиров. Ну, а сейчас мы передаем слово Артему Гагарину, который продолжит свой репортаж с полумарафона, прошедшего в это воскресенье в столице. Друзья, вот-вот обещают Украине дать безвизовый режим, а мы уже готовы. Побежали! А вот она! Я побежал Настю. А ты бежишь, что же? Походу, да. Настя, я понял. Мой оператор не успевает. Буду бежать так. А что тебе не нравится в 10 километрах? Это долго. Это очень долго. Ты знаешь, я... Человек, честно тебе скажу, я не могу бежать впереди женщины. Ага. Поэтому ты беги. Хорошо. А мне так даже больше нравится, Настя. Это Настя Каменский. Друзья, только что в толпе пробежал Виталий Кличко. Я его легко узнал, потому что он единственный бежал в другом направлении. Побежали за ним. Виталий Владимирович, вам не кажется, что за вами просто сейчас бегут все киевляне, а вы от них скрываетесь? Ой, ну как бежит за первые метры? Как всегда. Ну, это хорошо, да, когда спортивная подготовка? Да, молодцы. Особенно у канала 1 плюс 1 бежит. Отличная подготовка. И сам бежит интервью, берет и первые жилизации будет. Я уже с долг. Увидимся. Ну, тяжелее всего вашему оператору. Еще камеру с собой. Увидимся на финише. Все. Ой-ой-ой. Чтоб я еще когда-нибудь за Виталием Владимировичем бегал, я никогда. Будет меня знать. Еле убежал. Где ты ходишь? Мы только что упустили Виталия Владимировича. И главный приз 100 тысяч гривен. Вот кто-то просит, спросит, зачем обеспеченному богатому человеку Виталию Владимировичу такие деньги? Знаете, 100 тысяч гривен, это 100 тысяч гривен. Это сам Виталий Владимирович мне так сказал. Пагичного, да? Хотел спросить как раз, вот вы бегаете в футбол, вы бегаете в марафон, что вы друг от друга бегаете? Мы за, мы за. Я бегаю за ней. Что проще по киевским дорогам, бегать или ездить? По киевским дорогам тяжело бегать и еще тяжелее ездить. Поэтому мы делаем все для того, чтобы возможность была и сегодня принимать вы участие в марафоне. Я надеюсь, что, не надеюсь в этом происходят победы. Ремонтируйте, кстати. Ремонтируйте. Спасибо большое. Делаем, делаем, делаем. Я в районе Абалуне живу, там пара улиц у меня есть, я, если что, ну надо сделать. Ну мы можем уже договориться по блату, да? По блату. Договариваемся. Бегать полезно, нужно, почему? Что? Как? Ну, дивись, хочешь же для себя ставить какие-то задачи и хочу перемагать в этих задачах. И, например, я сегодня себе решила, что, быстро, да? Да, очень быстро, только что люди смотрели интервью с Кличко, нельзя так, ну, быстро перестраиваться, хорошо? Ты пробежал? Хотя ты бухал еще час назад. Я смотрю, я сижу с тобой в Инстаграме. А мы уже пишем. Да, пишем. Здоровый образ жизни, Анатольевич, ты за здоровый образ жизни? Я за здоровый образ жизни. Арсен, я тоже за здоровый образ жизни. Давай отметим это, а? Предлагаю по чашечке гофе. Ну, будем это так называть. Пойдем кофе пить, да? Да. Да кофе можно? Ну, можно. Но нужно. Спасибо, Артем. Не сбавляйте темп. Ждем от вас следующих репортажей. Еще одна новость из столицы. В Голосеевском районе трое мужчин напали на рыбное хозяйство и украли 4,5 килограмма черной икры. Полиция уже вышла на предполагаемых преступников по их фотографиям в Инстаграм. Продолжим. Государственная фискальная служба потеряла 3 терабайта информации, в том числе касающейся Верховной Рады, Министерства финансов и органов исполнительной власти. Мы специально сделали эту паузу, друзья, чтобы дать возможность заинтересованным лицам выразить свою радость и съесть ложечку черной икры. Кстати, уточняется, что информация была утеряна вследствие перегревов сервера. Вот видите, на нагретых серверах кто-то неплохо нагрелся. Ну, а у нас зарубежные новости. Владимир Жириновский открыл выставку фотографий себя любимого. Напомним, что до этого Владимир Вольфович открыл трехметровый памятник самому себе, а сейчас вот выставку. Интересно, что же будет дальше? Не заложит ли Владимир Жириновский в честь себя город, Валера? Владимир Жириновский, мы поздравляем его с днем рождения, потому что этот человек постоянно поставляет нам в Чиста Ньюс свежие новости. Вот, так вот, господину Жириновскому исполняется 70 лет, и этой выставкой Владимир Вольфович как бы пытается уговорить всех, что это праздник. На выставке представлены редкие фотографии, некоторые из которых мы сейчас и покажем вам. Итак, первая из редких фотографий, вот, это уникальный снимок, он уникален тем, что Жириновский на нем молчит. А вот, не менее, интересная фотография. Не каждый заметит, но здесь у Владимира такое лицо, будто он думает. Не верно. Больше похожих фотографий мы не находили, поэтому эта фотография так и называется. Жириновский думает последний раз. Еще два редких снимка. Вот здесь Жириновский тестирует первый российский электрокальян, а вот здесь он отходит после тестирования. Ну и неправы, конечно же, будут те, кто считает, будто Жириновский не жалеет о том, что только что ляпнул. Жалеет. И очень часто. Практически всегда. Посмотрите. Еще одна новость из России тревожная для Владимира Жириновского, потому что у него появился серьезный конкурент. Певец Юрий Лоза заявил всерьез по-трезвому, что хочет переписать гимн России, потому что, цитирую, текст идет не от сердца. Полной версии нового варианта гимна от Юрия Лозы у нас нет, но по нашим данным начинается новый гимн России со слов «На маленьком плоту, сквозь бурю, дождь и грозы». Ну а сейчас мы передадим слово нашему корреспонденту из Винницы Александру Теренчуку. Вам слово, Саша. Привет, студия! Я веду свой репортаж с главного фэшн-события города Винницы. Нет-нет, это не народные гуляния в честь назначения Гройсмана премьером, а в Винницкие дни моды. Винница Fashion Days. История Винницких дней моды берет свое начало в далеком 17 веке, когда запорожский гетьман Иван Багун устроил дефиле польской кавалерии по льду Южного Буга. Так и зародилась модная индустрия Винницы. Следующее упоминание о Винницких днях моды датируется началом 90-х. Именно в то время самым модным домом Винницы был секонд-хенд возле ЖД вокзала. На этом показе, как и на всех неделях моды, можно увидеть очень много смелых дизайнерских решений. Но еще более смелое решение было бы пройтись в том, что здесь показывают по ночной Виннице. Конечно же, важные персоны на модном показе – это модели. И на Винницких днях моды моделей подбирают с особой тщательностью. Есть даже такие, которые ходили по модным подиумам Парижа, Лондона и Берлина. Хотя приехали из Немирова, Казатино и Крыжополя. Бытует мнение, что профессиональные модели не отличаются особыми интеллектуальными данными. Давайте проверим это. В каком году отменили крепостное право? Хорошо. Что такое крепостное право? Нет, пожалуйста, не закрашено. Какая самая длинная река в мире? Нет, нет, скорее всего, Амазонка. Амазонка? Как зовут первую женщину-космонавта? Очень красиво ее зовут. Но обычно она сама приходила. Ее не звали. Не Миссури случайно? Скорее всего, Амазонка. Я думаю, что все решили. Зал решили, что Амазонка. Кто придумал формулу Е равно МЦ квадрат? О, Господи, я филолог, я литературу-знавец насправді. Тому я не помню. Из школы, может. Где Амазонка? Я не знаю. Я не посмотрела. Как зовут первую женщину-космонавта? Людмейла. О, Боже, я забыла. Ну все, решили Амазонка. Вот блондинки сидят, решили, что Амазонка. Да, уже не сидели пошло, Юля. Ее не остановить. Кто придумал формулу Е равно МЦ квадрат? Энштейн. Кто написал Анну Каринину? Ну все. Ну и ладно. Это не главное в их профессии. А вот что главное. Вот так и проходят венецкие дни моды. И наш город теперь вполне может претендовать на звание модной столицы Украины. И точно и станет, если наш город перестанут везти вещи из Китая и Турции. С вами был специальный корреспондент Александр Таринчук. До встречи. Добрый вечер. В эфире снова Чиста Ньюз, программа, в которой любая новость может прозвучать как хорошая. 15 апреля Алла Пугачева отметила свой 67-й день рождения. Пожалуй, самый оригинальный подарок преподнес Алле Борисовне Барри Алибасов, который подарил ей павлина. Правда, такой сюрприз Аллу Борисовну вряд ли удивил, так как в ее жизни один павлин уже был. Да простит нас Филипп Киркоров. Сейчас пришло время нашего традиционного хит-парада неудачников. Итак, на третьем месте сегодня скейтер. И его, ну просто неповторимый трюк. Ну, зато теперь у парня, во-первых, стало два скейта, а во-вторых, ничто не мешает ему продолжить тренировки. Ужасно. На втором месте девушка, которая, судя по всему, недовольна своей фигурой, поэтому приходит в спортзал и мешает заниматься другим. Побеждает сегодня, кто бы вы думали, дрессировщик крокодилов, которому теперь наверняка нужно будет заменить комплект формы. Спасибо большое нашим участникам. Как всегда, желаем им большой удачи. И пусть она им не помешает. На сегодня новостей больше нет. Программа «Чистый Ньюз» желает вам мирного неба над головой. И родной земли под ногами. Увидимся завтра, сразу после выпуска «Кресса». До свидания. Спасибо.